Казна НАТО пополняется. Критику Вашингтона наконец-то услышали с первого дня на посту. Дональд Трамп настаивал, все страны-участницы должны платить честные взносы. Согласно уставу Альянса, это 2% ВВП. Впрочем, ранее на это правило легко закрывали глаза. Затраты на оборону были главной темой обсуждений. Мы действительно двигаемся в этом направлении. И страны, союзники увеличивают инвестиции на оборону. Но впереди еще длинный путь. Хорошая новость заключается в том, что с тех пор, как мы взяли на себя обязательства не сокращать бюджеты, все страны стали увеличивать свои расходы на оборону. Впрочем, к некоторым партнерам у Белого дома до сих пор замечания. В частности, Дональд Трамп раскритиковал Германию. Мы до сих пор ждем 20 стран, которые должны выполнить обещание расходовать минимум 2% на оборону. И, кстати, 2% – это очень мало. В действительности, эта цифра должна составлять 4%. В частности, Германия должна продемонстрировать лидерство в Альянсе и решить проблему своего давно продолжающегося недофинансирования. Еще одна тема на встрече – агрессивные действия России. По словам Столтенберга, НАТО вынуждено увеличивать присутствие в Восточной Европе. НАТО отвечает самым большим усилением коллективной безопасности со времен Холодной войны путем увеличения контингента на востоке Альянса, в странах Балтии и в Польше, а также повышая готовность наших сил. Мы видим, что Россия очень напористо больше инвестирует в современную военную технику. Она использует военную мощь против соседа – Украины, аннексировала Крым. Но также мы наблюдаем так называемые гибридные тактики. Это комбинация общественных действий, военных усилий, вмешательство в выборы, кибератак. Все это требует реакции со стороны НАТО. Ожидается, что Россия будет одной из ключевых темы на саммите НАТО в Брюсселе, который состоится в июле. Еще один вызов для стран-союзников – ситуация вокруг Ирана. Страны Европы высказались за сохранение ядерной сделки, в то время как США покинули соглашение. Еллади Франческий, Дарья Диагут, Сергей Москалев и Марика Урб. Настоящее время Америка. Вашингтон. Субтитры создавал DimaTorzok